Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Войск. Контроль» в студии Оксана Антоненко. Добрый вечер, и Вадим Родионов. Звукорежиссер Родион Золотарев. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, присоединяйтесь, также пишите в видеочате на портале mixnews.lv. А говорить мы сегодня будем о гибридной войне, точнее, об информационной её части. И для этого мы пригласили в гости двух экспертов. Это Занна Пенезе, независимый журналист. Она работала в Ираке, Афганистане, Чечне. Стипендиант Фулбрэйта. Здравствуйте. Здравствуйте. И Даниил Смирнов, журналист русского вещания телеканала ЛТВ-7, автор и ведущий программы «Личное дело». Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте, наверное, начнём о термине «гибридная война». Даниил, вот как вы считаете, в отношении Латвии со стороны России сейчас можно ли говорить о том, что идёт гибридная война? Или какая-то её часть ведётся против нас? Ну, насчёт нас, я пока не могу сказать, ведётся ли гибридная война. Наверное, я вижу, какая гибридная война происходит на Украине, и вот это действительно война. А в отношении нас, ну, может быть, может быть, кто-то её чувствует, но я пока не ощущаю. Ну, что касается информационной составляющей, считается, что одной из составляющей гибридной войны – это информационная подготовка. Вот есть артиллерийская подготовка, когда конфликт является горячим, и есть информационная подготовка. Ну, кто-то называет это пропагандой, кто-то… Ну, что вы имеете в виду? Вещание российских каналов на нашей территории, то, что большая часть русского населения смотрит канал РТР, там, Первый Балтийский. И, то есть, у них своя подача, у них своё видение проблемы. Вот, у нас своя подача, своё видение проблемы. То есть, сразу считать это войной, я считаю, нецелесообразно. Хорошо, а что считается войной? Вот вы лично что называете информационной войной, например? Нет, ну, информационная война, любая война, то есть, это если у вас есть противник, которого вы признаёте, вот это наш противник, это наш враг, и я хочу его уничтожить, правильно? Информационно. Ну, да, информационно. То есть, я хочу… И ведь, смотрите, в войне нет общественного мнения. В войне, как таковой, в войне оно отсутствует. То есть, в войне не представляется одна сторона и вторая сторона. То есть, если вы делаете репортаж с войны, да, вот, допустим, если мы смотрим сейчас репортажи с Украины, что там происходит? Там корреспондент какой-нибудь Life News или Россия 24, он представляет только вот со стороны ополченцев, как они там долбят в ту сторону, смотрим украинские военные, нам показывают, как они в другую сторону долбят. Но как объясняют журналисты, которые работают по обе стороны фронта, речь идёт о том, что их просто не пускают. То есть, российские телеканалы не могут работать со стороны киевских войск, а, соответственно, украинские журналисты со стороны ополчений. То есть, там нету как такового привычного для нас классического общественного мнения разных сторон. То есть, ты не можешь представить, у тебя нету или технической этой возможности, или тебе её просто не предоставляют, эта возможность. Поэтому для более-менее объективной картины, для того, чтобы представить, что происходит там на самом деле, тебе нужно смотреть, если ты хочешь разобраться в этом, если ты не выбрал для себя какую-то сторону конфликта, то тебе нужно смотреть как украинские репортажи о войне, так и российские. Злана, хорошо. Вы чувствуете, что против Латвии ведётся информационная война? — Я об этом долго думала, когда ты меня пригласил на эту передачу. И я вспомнила, что в то же время, когда я была в Москве, 2005-2006… — Тогда ты была собственным корреспондентом ЛТВ, я напомню, тем, кто не знает. — Латвийского радио, да. — Латвийского радио, да. — И там в то же время началась передача «Де факто». И они либо в 2006-м или 2007-м обратили внимание на то, что в Латгале люди смотрят только российские телеканалы. Тогда не очень много людей как бы обратили внимание и думали, что это что-то такое. — Знаете почему? Потому что у нас очень современное государство, и у нас цифровое телевидение. — Тогда ещё не было цифровое. Тогда можно было глушить. — Сейчас у нас цифровое телевидение, и люди, которые живут в Латгале, мы тоже занимались этой проблемой, они просто физически не могут смотреть из-за бедности. Им нужно купить этот декодер или ещё что-то. А соседние страны, Белоруссия, Россия, вещают в дециметровом диапазоне, и ваш обычный телевизор с обычной дециметровой антенной может ловить всё. — Это было только начало моей мысли. — Рефлики, да. — Потому что много людей, которые даже... Они могут позволить себе всякие каналы. Там 50. У каждого рижания, я думаю, что 50 как минимум каналы дома. Но есть такое у меня ощущение, что мы живём... Если информационная, тогда я бы сказала, что продолжается война, и вот в этом ситуации это можно почувствовать более остро. Потому что у меня даже есть у моего отца друг из детства, и они смотрят разные каналы, и они уже не могут как-то мирно беседовать об том, что происходит в Украине. — Ну, видите, этому есть простое объяснение. Потому что, смотрите, вот, допустим, я русский. У меня культурное моё пространство. Что мне интересно? Я потребляю продукцию из России. Это кинофильмы, сериалы. Я читаю книги на русском языке. Понимаете? И это даётся в общем пакете. И большой достаточно объём, идёт огромный объём, огромный выбор каналов российских, которые заполняют моё вот это вот культурное пространство. Понимаете? Соответственно, латыши потребляют латышские каналы. Это не, я даже не говорю о латышах и русских, потому что этот мужчина, он латыш. Да, но это сопутственно даётся вот информационная составляющая. Давайте мы дадим Зану возможность всё-таки высказаться. Зану, да, продолжай. Ну да, и так, в течение этих десять лет, я думаю, что одна сторона, она проигрывает эту войну, потому что не были подготовлены, не было какие-то средства или не подумали, что... Я не знаю, можно ли на фоне информационной войны говорить о гибридной войне, потому что это достаточно откровенно. Это... Ну, то есть вы считаете, что у нас информационная война идёт? Я думаю, что да. И что это такое информационная война? Вот ваш коллега считает, что это когда есть две стороны, которые пытаются друг друга уничтожить. Вот это значит война. Вы как полагаете, это что? Ну, война может быть в таком степени, когда есть одна сторона, которая живёт, и там другая сторона, которая пытается завоевать. Эту первую. Ну, вот в информации есть. Воничтожить, воевать. Да, вот Зана, вот на твой взгляд всё-таки, если мы говорим об информационной войне, как там вообще определить проигравших и победителей? То есть вот как, кто, кто, как, как, как? Это чувство. Хороший вопрос. Но я... Ну, там есть линия фронта? Вот в информационной войне. Линия фронта... Я бы хотела ещё какие-то опросы сама сделать, но линия фронта есть даже в офисе, где один звукооператор русскоязычный, второй латвийский язык. Латыш. Латыш. И вот иногда они ходят вместе, ужинать, ну, близкие други. Но когда надо заговорить о таких темах, как война в Украине, или как Кремль отношается в Риге, когда Латвии, тогда они уже не могут спокойно разговаривать, и там какая-то пауза на два дня. Я думаю, что в этом смысле каждая сторона в Латвии могла бы подумать, что нет, мы ещё не завоевали это другое, потому что есть ещё расхождение и мнение. Но, с другой стороны, линия фронта проходит в голове, понимаете? Линия фронта у вас проходит в голове, и каждая из сторон, участвующая в информационной войне, представляет свою аргументацию. И вот в вашей же голове, если одна может победить как одна, так и вторая сторона, которая участвует... И вопрос, кто сильнее, тот и победит. У того же русскоязычного звукооператора, звукорежиссёра, может победить как одна, так и вторая сторона. Почему, скажем так, мы сейчас и начинаем об этом говорить, что нам надо усиливать вот это информационное влияние. Мы просто хотим какую-то определённую точку зрения поселить в головах у людей. С другой стороны, вот где заканчиваются журналистики и начинается пропаганда? Вот потому что, если мы посмотрим, те же российские каналы, да, там есть определённые претензии, но в то же время очень часто там есть и вторая сторона. Она представлена в лице депутатов, Рады, Верховной и так далее. Вот как чётко понять? Вот это вот конкретная информационная война. Вот до неё. Ну, очень достаточно просто. У журналистов это легко определяется. Вы берёте на одну сторону, которая вам больше нравится. Вы берёте самого компетентного, уважаемого человека, а на вторую сторону приглашаете какого-нибудь некомпетентного идиота. И, соответственно, у вас происходит такой перекос в эфире, когда одна сторона с лёгкостью побеждает вторую сторону. Но это то, что происходит, я считаю, в российском эфире, когда вот они там и в программах у Соловьёва там или ещё что-то. То есть достаточно такой большой прессинг. То же самое происходит и в программе у Шустера, где тоже пытаются сделать... Программу Шустера закрыли. Да-да-да, где тоже пытаются сделать некий вариант объективности. Это старый, довольно известный журналистский приём. В Латвии, на ваш взгляд, этим не злоупотребляют? У нас злоупотребляют. У нас смотришь иногда программы латвийского телевидения, они там в одну калитку. Или, наоборот, какие-нибудь другие. Вот у нас, допустим, сейчас на русском вещании прекрасная программа «Точки над Ио» у Олега Игнатьева, где он приглашает достаточно равномерно достаточно таких весомых экспертов с обеих сторон. И это настоящая журналистика, а не просто когда ты пытаешься манипулировать общественным мнением. Зана. Я бы хотела возвратиться в давние истории. Это уже давним-давно, я думаю, всё время на Первый мировой, Второй мировой. Каждая война объявляет какие-то новые способы информационной войне. И всегда пропаганда одной стороны может быть использована как пропаганда другой. И насчёт, если мы говорим об Украине, тогда я очень мало употребляю такое телевидение, как такое, и латвийское, и российское. И у меня больше всего нравится Vice News, как-то они попадают в оба стороны. Может быть, потому что они намного... Редакции намного далёко. Потому что они не называют одних террористами, а других... Они дают нейтральные формулировки. Допустим, повстанцы там... Это тоже Радио Свобода. Я была в Киеве на редакции Радио Свобода. В то время, когда у них был такой телемост с Прагом, и они сказали, мы не будем называть их террористами. Это был тот день, когда Киев оглашал, что это террористические организации, которые действуют в... Но Радио Свобода, у них свой кодекс этики, и они... Но, с другой стороны, Радио Свобода финансируется из США, из Конгресса США их финансирует, и если послушать их передачи, там тоже очень чётко прослеживается определённая симпатия. Надо понимать значение слов, которые мы говорим. То есть, понимаете, это профессиональная вещь. Надо называть вещи своими именами. У каждого слова есть какой-то признак, чему соответствует. Что делают террористы? Они берут ИГИЛа, отрезают голову, понимаете, публично. И ты тогда понимаешь, что вот этот истинный терроризм – способ запугать общественность или своего потенциального противника такими террористическими методами, когда бессмысленные жертвы среди гражданского населения взрываются просто для запугивания населения. Понимаете? И надо здесь различать и называть вещи своими. То есть, я считаю, что люди должны заниматься прежде всего журналисты журналистикой. И когда они уже начинают заниматься пропагандой, это довольно плохо. Хорошо. Даниил, буквально в двух словах. Кто воюет на стороне ДНР и ЛНР? На стороне ДНР? Ну, там разные люди воюют. Хорошо. В общем и целом они называются как? Повстанцы. Ну, вот на мой взгляд, это повстанцы. Зан, кто воюет на стороне ДНР и ЛНР? Это как лингвистический вопрос. Да, как вы их называете? Можете по-латышски как? Так, по-латышски я... Хм. Я пытаюсь вспомнить, как я в своими каких-то статьях или репортажах, я думаю, что я используюсь словом кауинеки или боевики. Да. Но я используюсь тоже словами антитеррористической операцией, но это да. Прервемся на рекламу, потом вернемся и продолжим нашу дискуссию. Напомню, что у нас в гостях независимый журналист Занны Пеннезе и журналист телеканала ЛТВ-7 Даниил Смирнов. Не переключайте, мы скоро вернемся. Мы продолжаем в эфире программа «Войск. Контроль» в студии Оксана Антоненко и Вадим Родионов. Звукорежиссер Родион Золотарев. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Напомню, что у нас в гостях Занна Пеннезе, независимый журналист, которая работала в Ираке, Афганистане, Чечне и других горячих точках, стипендиант Фулбрэйта и Даниил Смирнов, журналист русского вещания телеканала ЛТВ-7, автор и ведущий программы «Личное дело». Здравствуйте вам, коллеги, еще раз. Здравствуйте. Давайте примем звонок, надевайте наушники. Добрый вечер. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Хочу немножко вас поправить. Это, конечно, очень интересная тема по поводу информационной войны. Но, к сожалению, информационная война, как таковая, она уже потеряла актуальность, она, честно говоря, устарела. Поэтому производится, как вы говорите сейчас, основная тема – это все-таки гибельная война. Используются многие вещи, в том числе и так называемые информационные. А почему устарело? Все очень просто. В последние 5-7 лет большинство людей, в каждом нем все больше и больше, начинают использовать все больше и больше источников информации. Это не только шпалутый телевизор, который многие уже, я думаю, и старшего поколения называют, называемым зомби-ящиком, да, и стараются все меньше и меньше обращаться к нему, к источнику информации. А в интернете все очень просто. Любая информация, которая поступает, это, может быть, фото и какая-то информация текстовая, и аудио, и так далее, двумя кликами мышки можно проверить и найти практически, откуда это взято, с какого сайта, откуда это было, было это, не было, авторская это информация или еще какая-то. Можно проверить любую информацию, которая поступает. Спасибо. Вот, кстати, по поводу интернета, с одной стороны, вроде да, у нас интернет, можно любую информацию получить, зайти на любые сайты, но, тем не менее, все равно общество разделено в той же Латвии, и, несмотря на обилие разных источников, каждый выбирает то, что он хочет слышать. У меня на этой теории не только о чувствительных и важных темах, но даже про то, как, не знаю, как ядовитое филе пангуса или еще такое. Потому что у нас в Латвии, я полагаю, в России то же самое, и какая ситуация может быть получше в Скандинавии, где уже в школах учат, как утреподелять медиа, потому что слушатель заметил, что можно проверять, но столько людей не проверяет. Вы можете увидеть на Твиттер, на Фейсбук, на Share и Post, когда даже такие удивительные сайты, медиа, я даже не знаю, как такие слова можно придумать для названия медиа, Но даже мои друзья, даже учителя, они не критично употребляют информацию. То есть они начинают просто расшаривать разную непроверенную информацию об этом речи. Я полностью здесь согласен и считаю, что наш радиослушатель заблуждается, потому что то, о чем он говорит, это тяжелая работа. Вот это вот сортирование информации, попытка разобраться, большая часть людей, она просто потребляет информацию. И потребляет ее в том виде, в котором ей больше нравится. И кому она больше доверяет, интуитивно или по каким-то другим признакам. Это такой фастфуд, если упростить. Не каждый же человек является бурманом. Фастфуд, да. Ты вечером пришел с работы, включил тот канал, который ты любишь, которому ты привык доверять. Вот, собственно, из него формируется твое бытовое сознание. И все еще даже люди молодого поколения, они, ну, это же на телевидении показывали. Да, да, доверие. Где-то, правда, ошибаться не может. Доверие, доверие большое очень. Мне так удивляют, потому что должно же быть по-другому. Критичность мышления у нас в последнее время, это вещь совсем не популярная. Хорошо, но как бороться с соблазнами? Потому что, когда мы переживаем конфликт, например, в регионе, то всегда у человека возникает соблазн в какой-то момент занять одну или другую сторону. Вот с этим нужно бороться? Или все-таки даже журналисты должны в какой-то момент занимать определенную сторону и четко ее придерживаться? Это уже всегда на репортировании конфликта. Это легче сделать белое и черное. Тогда, например, в Ираке давайте боремся с террористами в Афганистане. И это очень легко продать, и это очень трудно оспаривать, как в Афганистане. Должны были пойти годы до того, чтобы кто-то пытался критиковать то, что США делали там, и все еще делать этими дронами. И, конечно, журналист должен выбирать свои приоритеты. Но если ты слишком близко... Я не могу представить себя в ситуации, как находятся журналисты Украины, потому что это уже ты сделаешь репортажи о том, как уже в твою жизнь влезает, и это эмоционально не так уж... Но вообще, в принципе, у журналистов, которые работают в горячих точках, у них физически есть возможность добраться до обеих сторон? Теоретично, да. Вайсниуз это доказывает. Но вот ты работала на многих войнах. Вот как у тебя, какие там сложности были? У меня самое легкое, не по поводу работы, но как достать информацию, и мне очень повезло, я была в Сирии, Дамаскус, и там я была как свободный журналист, и я могла делать то, что я задумала в это время, только с таким примечением, что я должна была скрывать то, что я журналист. Но во время работы в Чечне, когда мы были только на выборы, нас сопровождали журналистов иностранных стран, нас сопровождали какие-то люди из правительства России и Чечни. Тогда просто вот здесь участок, там вы работаете, там следующий. И в Афганистане то же самое, когда мы работали только под охраной наших войсках. То есть латвийских тогда? Латвийских, да. Я бы хотел у Зана спросить, вы работали в Дамаске, там происходит так называемая уличная герилия в районе Джобар, где собрались все эти боевики, и они уже, который год они держат вот этот вот район, это район столицы, туда его бомбят самолетов, армия туда стреляет из пушек. Вот вы разве можете пробраться в такой район, вот как журналист, или вы можете снимать только снаружи? Если ты можешь найти кого-то, кто доверяет тебе, ты можешь, да. В смысле проводника какого-то? Проводника, да. Мне повезло, я познакомилась с одним, другим, третьим человеком, и так я добралась. У них тоже свои блэкпоста, но они как, я не знаю почему, доверяли мне и позволили посмотреть, как... А вы для них были кем, вы кем представлялись? Вы сказали, что не надо рассказывать, что вы журналист, тогда все можно. Там журналист, я просто, чтобы добраться до столицы, не рассказывала, но там, ну, конечно. Журналисты из Латвии? Да. Они идентифицируют, что это такое? Да, это... Я хотела еще одну ремарку сделать, это уже по-другому, насчет гибели Немцова. Это опять про Фейсбук и Твиттер, и мы помним, когда были расстрелы в Париже, почти каждый что-то опубликовал о том, когда зацелили двух человек в Копенхагене, то же самое. Но теперь про Немцова из моих друзей только латыши, русские и украинцы что-то упоминали в Фейсбуке. И я теперь поняла, как в передаче «Точка на лифт» один из коллег сказал, что это трагедия только масштаба Фейсбука. Я не могу сказать, что никто из моих друзей в Америке или в Западной Европе, это выглядит, что они даже не заметили. Они не знают, кто это такой. Да, они не знают, кто они... Но тем не менее западные СМИ об этом сообщали довольно активно. Ну да, это подозрительно, но удивительно, что... Ну вот, кстати, Следственный комитет России должен, я считаю, допросить и нашего коллегу Вадима Родионова в связи с делом Немцова, поскольку Вадим Родионов судился с Немцовым. И? И вот я не знаю, выиграл суд или проиграл. В зависимости от того, мы пошли, и все хорошо закончилось. Вторая история за много лет этого случившегося произошла. Действительно, все у нас полюбованно разрешилось в конечном итоге. Давайте примем звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Господа, говорить о гибридной войне, сейчас в наше время периода глобализации, мы можем при одном понятии, что мы все живем на общей кухне. Естественно, линии фронта у нас как таковой нет, театра военных действий у нас как такового нет. В любом углу могут плюнуть друг другу в ступ и даже незаметно. Но линия фронта проходит. Она проходит в репортажах журналистов. И вот сейчас тоже и у вас она проходит. Она проходит, так сказать, программентарно, но она есть. И линия фронта, она обязательно определяет право на насилие. Поскольку война это всегда насилие, это всегда преступление, это всегда жертвы. И вот в какой степени определено и кем, и по отношению к кому определено право на насилие, вот здесь уже определяются теми, кто платит журналистам. И я хотела бы заметить, господа, все-таки мы слышали все это время москаляки-нагеляки изначально. И когда те же москаляки, то есть жители Донбасса, не захотели нагеляки, вот как же это определить? Спасибо. Спасибо. Я хочу продолжить тему информационной войны. Вот такое у меня складывается иногда ощущение, что не только общество, но и даже журналисты не хотят слышать друг друга, потому что я с таким раньше не встречался. Но теперь журналисты пишут друг на друга жалобы в Национальный совет по электронным СМИ или в какие-то другие инстанции, если им не нравится та позиция, которая звучит в том или ином СМИ. Ну и в частности вот на нашу радиостанцию были жалобы тоже за то, что мы даём слово представителям и руководителям самопровозглашённой Донецкой Луганской Народной Республики. Это при том, что мы даём слово и второй стороне, то есть Киеву и официальной власти. Вот как вы вообще это оцениваете? Ладно, если общество, но коллеги, журналисты, которые пишут жалобы друг на друга. Занат. А я, честно говоря, не знала, кто пишет жалобы. Ну, я не буду сейчас озвучивать семена, это достаточно известные журналисты, можно в Твиттере посмотреть. Но я думаю, что как действий я не могу отцениваться так хорошо или плохо, потому что в каждой профессии это хорошо, что есть внутренняя критика. У нас даже две организации журналистов, но… Ассоциация и союз. Да-да-да, и там надо определиться, кто в каком состоит. И я думаю, что дискуссии надо провести во время вот такой сложной ситуации, когда мы сами даже такую внутреннюю дискуссию проведём. Я могу объяснить, дело в том, что на войне нет журналистов, есть военные корреспонденты. Но мы не на войне, Латвия не на войне. Поэтому тогда зачем мы говорим? Вот ты спрашиваешь, есть ли у нас война, я тебе говорю, у нас нет информационной войны, потому что у нас пока нет ещё тут военных корреспондентов. На Украине они есть. То есть там военные корреспонденты со стороны Киева идут и военные корреспонденты со стороны ДНР. Хорошо, Данила, как называется ситуация, когда в латвийских СМИ, русскоязычных или латышскоязычных, люди, которые воюют на стороне ДНР и ЛНР, это уже классика. Для одних это террористы, для других – ополченцы. Для одних это карательная операция, для других это антитеррористическая операция. Для одних это Новороссия, для других – террористическое какое-то формирование, самоотделившееся. Вот это случайно не называется информационной войной на территории Латвии? Нет, мне кажется, это ещё не информационная война. А что это? Это просто непрофессионализм и нежелание разобраться в терминологии и понять, и вникнуть. То есть это такие использования штампов. Терминологии на поверхности. Дальше идут и соответствующий отбор источников, и соответствующий отбор фактов. Это ещё не война, это ещё такой начальный конфликт такой. То есть ты используешь язык, вот этот язык вражды на начальном этапе. То есть это как бы подготовка такая к конфликту. Это всего лишь язык вражды, я считаю. Но если подготовка, тогда подготовка к войне. Ну, наверное, подготовка к войне. Всё же, почитайте наши новости, что у нас тут. У нас политики с утра до вечера говорят только о войне. Но правда... Наши политики это опровергают обычно. Говорят британские, американские. У нас же с утра до вечера, посмотрите, возьмите любой портал, откройте. Там перехватили два российских самолёта. Ведь что такое перехватили два российских самолёта? Идентифицировали. Это очень важный момент. Это взяли, подняли свои самолёты и посадили их на свой аэродром. У нас это сплошь и рядом. На всех порталах пишется. Перехватили, значит... Это называется идентификация. Визуальная. Визуальная идентификация это называется. Понимаете, вот то, о чём я говорю. Вот человек правильно определяет, он правильно называет вещи своими именами, то, как это происходит. А люди, как бы журналисты, они специально используют не ту терминологию, обозначают вещи не теми словами. Специально для чего? Для того, чтобы, я не знаю, для того, чтобы их больше читали, легче продать. Сейчас же ведь работа журналиста становится когда-нибудь, когда вдруг все нужны журналисты. Вот сейчас просто их огромная нехватка на рынке. Как только начинается какой-то конфликт, какая-то буча в стране или где-то ещё, вот всё, журналисты – самая востребованная профессия. Совсем недавно, пару лет назад, мы никому не были нужны, и дёшево стоили достаточно. Сейчас, пожалуйста, все там. А нужны журналисты или нужны пропагандисты, мальцы информационного фронта и так далее? Кого ты из них сделаешь? Вот сейчас у нас спутник приходит, да, вот российский. Тоже опять им нужно около 30 русских журналистов. Где брать этих журналистов, если мы убили русскую журналистику здесь за все эти годы? Зана. Я потеряла мысли, но я уже какие-то... Давайте начнём с того, зачем наши местные журналисты используют разную терминологию. У меня уже несколько лет какая-то, я не могу... Может быть, аллергия против новостей всякого. И американских, и латвийских. Я пытаюсь... Я очень мало употребляю, если сравнивать с то время, когда я сама работала в новостях, потому что я знаю, как у меня сюжеты были... Тебе надо работать очень-очень быстро, очень быстро сделать выводы, и ещё как-то это лингвистично... То есть красиво оформить. Для слушателей, для зрителей. И потому мне больше всего информации для меня важнее, вот точка над «и», потому что там есть какие-то ещё вопросы, которые невозможно в двух минутах или в одну статью представить. И я думаю, что просто новости, как такие, уже не способны тебе довести какую-то объективную информацию. То есть нужно дискуссии. Нет, нужна... Понимаешь, Вадим, нужно... Закончат, и я дам тебе слово обязательно. Это достаточно далёкое и нейтральное для нас событие, когда были бомбировки Бостона. И там, как американские журналисты соревновались, кто первый огласит, кто виноват. А смысл-то какой? И они воспользовались вот такими смешными, потом оказались смешными словами, пытаясь описать, что произошло, только потому, что они хотели быть первыми. То есть правда никого, по большому счёту, не волнует. Как раз-таки вот сейчас именно огромная потребность в объективной, в настоящей журналистской информации. И даже от тех самих же журналистов. Мы так устали... Да, мы так устали вот этой пропагандистской... И Зана об этом говорит, что как стоит, так и с другой стороны ведётся война, а мы хотим чего-то приближенного к реальности. Потому что это создаётся некий вот такой вот гибридный мир, гибридный информационный мир. А мы хотим чего-то приближенного к реальности. Я говорю сейчас об обществе в северном. Мы хотим правду. Мы хотим правду. Правда она нужна или всё-таки нужно то, чтобы каждому человеку дали то, что он хочет услышать? Есть люди, которые хотят слышать то, что они хотят слышать. А есть... Ну и большинство. Понимаешь, вот мы, допустим, мы профессионалы, мы привыкли разбираться в том, что происходит на самом деле. Мне не интересует какой-то пропагандистский элемент. Я хочу знать, что происходит на самом деле. И для этого я работаю для этого. Понимаешь? И мне тоже уже тяжело читать вот это вот. Каждый день одно и то же вот эти вот самолёты, которые... Перехватывают. Перехватывают. Давайте примем звонок. У нас раскалывается телефонная линия. Здравствуйте. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Очень интересная дискуссия. Я просто слушал вас в дискуссии и как-то вышел на такую мысль. Я много смотрел видео из конфликтов и больше даже видео на Ютубе, которые выставляют там и ДНР. И меня поразила одна вещь, что мне кажется, эти люди не знали, что они за что не воюют. Потому что есть один клип, где они говорят о приседении к России. Другой за независимую. Третий за автономию. Четвёртый на каком-то этом они против хунты. Третье это, чтобы понять, как, например, несламское государство, где есть цель, а не хотят исламское государство сделать там и территорию. То вот там, извините, это непонятно. Спасибо. Спасибо. За что... Вот простой вопрос. За что воюет Айо Бенес? За русский мир. Айо Бенес говорит об этом русском. За победу пролетариата. То есть он, по сути, коммунист. Огромное количество разных людей туда попало. С ним рядом же русские националисты, русские фашисты в одном окопе сидят. То есть там разношерстная публика, пассионарная со всей России, со всего мира. Этих сейчас испанских, тоже красных этих, посадили в Испании. Помните, 9 человек. Была демонстрация, их выпустили. Красные бригады. То есть там сейчас весь мировой левый сброд собрался. И все за что-то, каждый за свою идею там воюет. Понимаете? Давайте еще звонок примем. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Отличный звонок был предыдущий. Прекрасная иллюстрация того, что на Донбассе происходит. Там действительно идет народное брожение, народное восстание. Потому что если бы это было регулярные какие-то или подготовленные, или курируемые Россией соединения, то поверьте мне, как человеку военному, на первое место была выставлена четкая идеологическая постановка вопроса. За что? Почему? Свобода ДНР там, независимость Донецка и так далее. А вот этот разброд и шатание, то, что говорил предыдущий, как раз доказывает, что каждая кучка восстала против какого-то опасности своего дома без четкой цели, но с четкой, ясной, понятной задачей защитить свой дом. Это доказывает как раз то, что там нет никаких интересов специального подразделения России. А по поводу... Вот вы знаете, я вам хотел немножко возразить, вы возьмите, как человек военный, прочитайте статью Владислава Шурыгина «Северные люди», где он описывает, военный эксперт, известный очень, российский, он описывает, что происходит... Мы не говорим о том, что там нету, опять же, в добровольном порядке, я говорю о правительственных войсках, не о том, что там нет русских, я об этом не говорю. Там, безусловно, есть и добровольцы, и спецы, которые курируют, и у меня мои однокурсники и одногодки понимают, что там происходит. Мне уже 50 лет скоро, и как раз наш возраст это полковники, подполковники, и люди очень опытные, прошедшие все после Горбачевские горячие точки. И они знают, что, как и надо делать. Но там нет правительственных, системных войск и системных организаций. Это и называется гибридная война. Ну что ж, время нашей программы подходит к концу. Неумолимо, давайте подведем итоги. По 10 секунд мы дадим нашим гостям, чтобы сделать вывод из того, что мы сегодня обсуждали. Занам. Так Латвия сейчас, на ваш взгляд, все-таки находится. То есть здесь идет информационная война сегодня? Как вы считаете? Я буду повториться, идет, потому что я как бы тоже начинаю менять свои лингвистичные мысли, что, ну да, тоже можно говорить о гибридной войне, потому что это очень, я думаю, что да, важно, как ты называешь вещи, действия какими-то словами. Но как закончится эта война, я даже не могу представить себе, но насчет гибридной войны есть... Очень коротко. 10 секунд. Есть уже 60-й или 70-й какой-то старый сериал в Британии, есть про Министер, и они говорили о том, что Россия и в то время Советский Союз, они употребляли технику салами. Тогда четко степь-бай-степь начинать... Разрезать. Разрезать. И это вот происходит в течение уже больше 10 лет, когда я возвращаюсь о том, что мы говорили в начале, когда мы не превратили внимание на оглушение латышской СМИ в Латгалы, в востоке страны. Данил. Данил, да. Очень коротко попозже. Я считаю, что у нас пока нет признаков именно войны. И я считаю, что мы, как журналисты, должны работать с нашими политиками, не давать им возможности развивать. Они хотят повоевать, они хотят повоевать в виртуальном пространстве, но, как правило, война в головах, она превращается в войну реальную. И чтобы этого не было, я считаю, нам нужно занимать более нейтральную позицию и называть вещи своими именами, а не придумывать какие-то искусственные формулировки. Спасибо нашим гостям. Это были Зана Пеннеза и Данил Смирнов, кто из них прошел наш войск-контроль, судить вам нашим радиослушателям. Ну а мы, Оксана Антоненко и Вадим Родионов, с вами прощаемся до завтра. Завтра встретимся в программе «Вопрос с пристрастием». Всего доброго и до свидания. Продолжение следует...